Уважаемые коллеги, добрый день. Я сегодня предлагаю поговорить на тему, которая актуальна не только для нашей страны, не только для России, но, наверное, становится актуальной уже и для всего мира, имея в виду внедрение цифровых технологий в финансовой, банковской сфере, использование инновационных финансовых инструментов. Современные технологии в банковской сфере открывают, безусловно, новые возможности для организации граждан, делают удобнее хозяйственную деятельность, да и повседневную жизнь тоже. Большую популярность, известно, приобретают и получили уже виртуальные или иначе криптовалюты, которые в некоторых странах стали уже или становятся полноценным платежным средством. А также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски. Я знаю позицию Центрального банка, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему. Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма. Ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Ну и, кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения. В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему. Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение к криптовалютам. Только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере. Защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса и государства. Дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами. И вновь хотел бы обратить внимание на то, что мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. При этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы. Вот имея в виду все эти разносторонние составляющие проблемы, давайте сегодня и обсудим эту тему. Продолжение следует... Продолжение следует...